Российский Твин Пикс или фолк-хоррор на уральский манер. Наши коллеги с телеканала ТНТ показали премьерную серию «Территории». И Котка, и Ягморт, Чудь, и Памы, Ведьмы, Колдуны, Заговоры и Обереги. С первых минут зритель погружается в загадочный мистический мир коми-перметских легенд и преданий, в реальность которого поначалу так не хотят верить главные герои. Александра Головина посмотрела первую серию вместе со всей страной. Но они не отшельники, они этнографы. Кто? Географы? Этнографы. Специалисты по звериным культам. Они были в экспедиции, в Кудымкаре. Да, тем более. Че суетиться-то? У нас тут экспедиций много. Студенты, практиканты всякие собирают частушки-погремушки. Фольк-люблен. Кому только нужно. Вестей нет уже пятый день. Родители Егора Чудинова отправились в этнографическую экспедицию и пропали. 19-летний молодой человек и его дядя, актер Андрей Мерзликин, приезжают на поиски в полупустую деревеньку. Но такой она кажется только на первый взгляд. У нас тут фольклорная экспедиция. Танька песни частушки собирает, а я как раз по обрядам и наговорам из нахрен. Наслышан. О колдунах, о быкотках. Тут еще медвежий шаман где-то бродит. Прям таки шаман. Тише. Да-да. Лучше не кричать, а то вызовем. По ходу дела к Весту присоединяются еще двое студентки пермского филфака. В таком составе они и встретятся лицом к лицу с представителями коми-пермятской мифологии, колдунами и старообрядцами. Главный герой настроен скептически и не верит в древние легенды. Но только поначалу. Уральские леса дают понять этот мир намного разнообразнее, чем кажется. Не ссорьтесь, пожалуйста. Это Вериш нас крутит, столк избивает. Кто крутит? Лесной дух, хозяин. Леший местный. Мы к нему в лес без приглашения зашли. Теперь его надо успокоить. Надь, ну ты-то перестань. Еще одежду надо вывернуть. Вериш, он же Верса. Мифологический персонаж народов коми более известен как Леший. Зря не считали его нечистой силой, коми-пермяки образом могучего божества. Впрочем, создатели многосерейки предупреждают сразу. Территорию не стоит воспринимать в документальном ключе. Многое здесь искажено, цитируя, в угоду зрелищности. Это поначалу смутило одну из актрис сериала, Ксению Отсинову, кстати, уроженку Кудымкара. С коми-легендами и мифами она знакома с детства. Яркий художественный вымысел немного отвлекает от сути. Но это человека-знающего, говорит актриса. Для остальных же хорошая возможность привлечь внимание и познакомиться поближе. Я ничего нового не узнала, так как я это знала все с детства. Я сама коми-пермячка, я из Кудымкара. И знала эти легенды с детства. Единственное, что меня смущало, это большое количество художественного вымысла, помимо основания на легендах. И прием определенно сработал. Сериал получился действительно жутковатым при всей нескоротечности событий. И в этом тоже есть какая-то мистика. Жанр нашей истории – фолк-хоррор. Основой для него послужила коми-пермятская демонология. На Урале есть поверье о чуде – народе, который обладал колдовской силой. Они хранили свою тайну, и они унесли ее с собой под землю. Наверху остались лишь осколки древнего знания. Заговоры, поверье, сглаз. Наши герои отправятся в путь, в котором им откроется тайна территории. Гиблое это место или место силы. Но все ответы в самом конце. Сериал «Территория», по словам авторов, это попытка внести российский миф в мировую библиотеку страхов. Сейчас на книжных полках стоят истории про зомби и вампиров. А соседями должны стать рассказы про Чуть, Ворса, Ягморта и многих других героев насыщенной коми-мифологии. Александра Головина, телеканал Юрган.